Дорогие братья и сестры, многие из вас слышат такое выражение, что пост главное не кушать друг друга. Пост главное в одержании уста, в одержании языка, от празднословия, в одержании от гнева, раздражительности, злобы, в одержании ушей, клад, от всякой похоти, от всяких сплетень. Но тогда, простите, получается, что вне поста это все можно делать. Вне поста можно раздражаться, гневаться, нет, братья и сестры, не так. Церковь православная учит, что пост в первую очередь это воздержание чрева, а не гневаться, не раздражаться, хранить все от празднословия, всяких похоти, глаз и ушей. Человек должен всегда, круглый год, 365 дней в году. Итак, пост в первую очередь, братья и сестры, это воздержание чрева. Апостол Павел говорит такие слова. Прославьте Бога в душах ваших и в телесах ваших. Поэтому очень важно подвязаться не только душою, не только в душевных добродетелях, как милосердия, любви, но и в телесных также. Преподобный Исаак Сирин говорит, как человек состоит из двух частей, из души и тела. Точно так же и наш подвиг духовный должен состоять из душевного подвига и телесного. Далее он добавляет. Те же, кто будет пытаться только подвязаться душевным подвигом, как то молитва, духовное чтение, милостыня, любовь, как то размышления духовные, но без телесного подвига, без умышления себя со страстами и похотьми, без распятия тех грехов, которые внутри человека. То такой человек рано или поздно приходит в прелесть. И гнев Божий почивает о таком человеке. Один старый мой священник, знакомый, говорил, что за свою священческую жизнь, деятельность он видел многих, которые пытались подвязаться в Иисусовой молитве, в духовных подвигах, но без телесного поста. И они рано или поздно либо оставляли Иисусову молитву, либо впадали в прелесть. Поэтому это очень важно запомнить всем, кто пытается подвязаться в непрестанной Иисусовой молитве. Если вы не будете подвязаться в посте, у вас ничего не получится. Рано или поздно вы либо оставите молитву, либо возле друга в прелесть. Итак, православная формула звучит так, что христианская жизнь, христианское восхождение и очищение, избавление от страстей идет через пост и молитву. Так же еще нас учил Господь наш Иисус Христос, когда сказал, что родцы лукавы, то есть бесы изгоняются из человека постом и молитвою. К сожалению, католики, братья и сестры, эту формулу заменили на другую. Не пост и молитва, а труд и молитва. Пост заменили трудом. Ора эт ля бора, учат они. А протестанты пошли еще дальше. Они молитву убрали и оставили только один труд. И поэтому мы видим тот такой подъем экономический, промышленный, который произошел сначала, в первую очередь, у протестантской Европы, а далее уже перераспространился на другую часть Европы. Итак, православные учения, пост и молитва. Об этом преподобный Калиф говорит так. Много, много испытал я в борениях, в подвигах, много был научен благодатью Божией, что основа всего доброго является в посте и молитве, в непрестанном посте и непрестанном молитве, в духовном делании, в собрании, трезвении себя. Итак, братья и сестры, вот православное учение всех святых. Духовная жизнь невозможна без поста и молитвы. Преподобный Нил Афонский говорит. Вот что я узнал из опыта. Никак нельзя преуспеть без поста, воздержания, бдения, терпения, мужества, безмолвия, молитвы, молчания, плача, смирения, которые друг друга рождают и друг друга хранят. Непрестанный поста иссушает все похоти, рождает воздержание, воздержание рождает бдение, бдение рождает смирение, терпение, терпение рождает мужество, мужество, безмолвие, безмолвие рождает молитву, молитва молчания, молчание плач, плач смирение, смирение наоборот плач. И сие, братья и сестры, повторяется и опять. И так друг друга рождают. И пост в этом делании имеет ключевое значение. Очень важное. Также, братья и сестры и училки, подобный Паисий Величковский, он говорил, «Добритель воздержания является матерью всех добродетелей. Если удержишь шреба, войдешь в рать. Ибо воздержание есть убийство греха, удаление от простей, начало духовной жизни и ходатай вечный благ». И так невозможно начать духовную жизнь, начать очищение себя от всех простей без поста. Пост, братья и сестры, заповеден нам святыми отцами. Пост был установлен самим Господом нашим Иисусом Христом еще в пустыне. И главный Исааксин говорит, что до Христа, до Его поста, когда Он установил сам Его, до этого дьявол имел власть и победу над человеческой природой. Но Христос дал нам самое сильное оружие против дьявола – это пост. Где пост, там дьявол убегает. Ведь и пост, там дьявол теряет всякую силу и со слезами удаляется. Пост, братья и сестры, телесные подвиги имеют самое огромное значение в духовной жизни. Они являются признаком того, что духовная жизнь у человека хоть какая-то да есть. Давайте вспомним сами ту бесплодную смоковницу, на которой были только одни листья, но не было плодов. Господь, подойдя к этой бесплодной смоковнице, не найдя на них плодов, проклял ее. Но как учат святые отцы? Листья являются телесные подвиги, а плоды – духовные подвиги, душевные. Поэтому, если человек подвергает только одними телесными подвигами, то он – бесплодная смоковница и будет проклят. То есть, Бог отвергает его подвиг только один телесный. Но, возможно ли духовные плоды на дереве без листьев? Когда-то вы видели дерево, которое принесло плод, но на нем не было ни одного листочка. Как раз листья являются признаком того, что дерево живо. И есть надежда, что оно рано или поздно принесет плод. Итак, друзья и сестры, будем хранить эту православную формулу. Оставлены нам святыми отцами, засоленными церковью, дарованы нам самим Господом Иисусом Христом. Возлюбим святой пост, непрестанный пост. Возлюбим его и будем двигаться, двигаться в Царство Небесное. Будем духовно возрастать в этом святых добродетелях. И Господь дарует нам вечное благо. Аминь.